...проведенных норм Годунов подлежит освобождение от наказания в виде истечения срока давности уголовного преследования, поскольку в соответствии с статьей 49 Конституции РФ и статьей 14 Главного Патриарха РФ виновность объединения может быть установленным и вычисленным приговором суда по судимой депутатам. Подражал против прекращения дела для истечения срока давности в том, вынесение не постановление, а прекращение дела о приговоре на основании вложенного в Кабуста, то есть статьями 37 и 39 Главного Патриарха РФ приговорил Годунову Николаю Николаевичу признать в виду нового совершения преступления передусмотно. Частью 1 статьи 286 Главного Патриарха РФ на начинку наказания для решения права занимать должность государственной службы в органах местного самоуправления, предусматривающего полный организационный разговор и предусматриваясь на полном трифункции предстоителю власти на 22 года. На основании части 8 статьи 302 Главного Патриарха РФ на начинку наказания для решения течения срока давности уголовного преследования в причине готового запрета определенного действия и вещественное доказательство, компакт, диск и копии документов, хранящиеся при материальном деле и далее хранительное дело. Приковор может быть обжалован в традиционном порядке Сиротский областной суд в течение 10 суток со дня его правозглашения. Также участников судебного... Которые мы сегодня услышали в ходе судебного заседания, я могу с полной уверенностью сказать следующее. Что суд не учел показания, которые были озвучены свидетелями обвинений, подчеркиваю, в ходе судебного заседания. Дело в том, что все свидетели обвинений подтвердили, что Гадунов не причастен к совершению инкриминированного ему преступления. Это первый момент. Далее. Суд не учел показания свидетелей защиты, которые конкретно говорили о том, что также Гадунов не причастен к совершению преступления. Далее. Суд не учел представлены аудио-видеозаписи, где конкретно подтверждают, что Гадунов никакого отношения к тому, чтобы были снесены ларьки, принадлежащие костерям, не прозвучало. Я только могу сказать, сейчас пока я тоже удивлен такому приговору, мы, безусловно, все будем обжаловать. И у нас есть достаточные доказательства, которые будут свидетельствовать о том, что Гадунов не причастен к инкриминированному ему статье, а именно к части первой статьи 284 Уголовный кодекс Российской Федерации.